Здравствуйте, ребята! Меня зовут Инесса Валерьевна. Я учитель начальных классов. И сегодня мы проведем с вами урок русского языка. Начнем мы наш урок с одного стихотворения, в котором рассказывается про нерадивого ученика. Я буду читать это стихотворение, а ваша задача внимательно меня слушать и в нужный момент, когда я сделаю паузу, продолжить фразу. Готовы? Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Есть в школе мальчишка, ленивый такой. Валять дурака ему не впервой. Сидит на уроках, считает ворон. И этим он знанием наносит урон. Целыми днями в футбол он играл, а в непогоду под пледом лежал. Только для знаний все это не в счет. Под камень лежачий вода не течет. Ему все твердят. Заруби на носу. Учиться ведь надо, живем не в лесу. Воды. В рот набрав, согласившись с бедой, в ответ лишь кивнет он своей головой. Учение – свет, не учение – тьма. Придумала это, ведь я не сама. Коль будешь учиться спустя рукава, тогда образованным будешь едва. Молодцы, ребята! Вы очень помогли мне и вспомнили все известные крылатые выражения, которые встретились в этом стихотворении. Давайте посмотрим, какие были крылатые выражения в этом стихотворении и назовем их еще раз. Считать ворон. Под лежачий камень вода не течет. Зарубить на носу. Воды в рот набрал. Учение – свет, а не учение – тьма. Работать спустя рукава. А скажите, пожалуйста, ребята, а почему данные выражения называются крылатыми? Давайте попробуем разобраться вместе. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эти рисунки. И попробуйте назвать, что именно за крылатые фразы здесь зашифрованы. Я уверена, что вы без труда смогли догадаться, глядя на эти рисунки. Что здесь зашифрована фраза «как с гуся вода», «как снег на голову», «как гром среди ясного неба» и «считать ворон», которое уже у нас сегодня встречалось в стихотворении. Так почему же? Ответьте, пожалуйста, мне. Они называются крылатыми. Для этого достаточно вспомнить, откуда вам известны все эти выражения. Ну, конечно же, вы их много раз слышали от разных людей. Дело в том, что все эти выражения очень яркие, образные. И если человек однажды услышал такое выражение, оно ему понравилось, и он тоже начинает употреблять его в своей речи. Такие фразы как бы перелетают от человека к человека, и их называют крылатыми. Но, ребята, я вам открою один секрет. У этих крылатых фраз есть и научное название. Они называются фразеологизмы. И именно с фразеологизмами мы будем работать сегодня на уроке. Давайте же посмотрим, что такое фразеологизм. Фразеологизм – это устойчивое, неделимое сочетание слов, употребляемое в переносном значении, которое можно заменить одним словом или целым предложением. Фразеологизмы являются одним из лучших украшений нашей речи. Они делают ее интересной, разнообразной, яркой. Фразеологизм можно использовать в любой жизненной ситуации – в споре, в житейском разговоре, в сочинениях или при выступлении с докладом. Но важно помнить, что фразеологизм – это именно устойчивое и неделимое сочетание слов. Давайте посмотрим. Например, фразеологизм – купить кота в мешке. Купить означает что-то приобрести за деньги. Кот – это домашнее животное. А мешок – это вместилище для чего-нибудь, сделанное из мягкой ткани. Каждое слово отдельно имеет свое значение. Но если мы говорим о фразеологизме, то мы должны говорить о значении всего выражения целиком. То есть купить кота в мешке означает приобрести что-то, не зная о качестве своего приобретения. И именно поэтому очень важно, употребляя в речи фразеологизмы, знать, а что именно обозначает каждый из них. А для зачем это нужно? Ну, конечно же, чтобы не попасть в просаг. Я предлагаю вам поиграть в небольшую игру и заодно проверить, насколько вы понимаете фразеологизмы. Готовы? Тогда начинаем. Я буду говорить вам фразеологизм и показывать рисунок к нему. А ваша задача – объяснить, что он обозначает. Итак, первый фразеологизм – «льет как из ведра». Подумайте, пожалуйста, что имеется в виду, когда мы употребляем этот фразеологизм. Конечно же, мы так говорим, когда дождь идет очень сильный. Попробуем еще. Писать, как курица лапой. Ну, конечно же, так мы говорим, если человек пишет криво, неряшливо и неаккуратно. Я очень надеюсь, что среди вас нет таких, ребят. Идем дальше. Безусловно, вы правы. Так говорят, когда кто-то кого-то вводит в заблуждение или обманывает. Ну, давайте еще один посмотрим. Водой не разольешь. Я уверена, что многие из вас слышали такой фразеологизм. Потому что так говорят, когда между двумя людьми крепкая и верная дружба. А теперь давайте попробуем наоборот. Я буду вам говорить, жизненную ситуацию называть. А ваша задача – вспомнить, какой фразеологизм можно к ней применить. Готовы? Как можно сказать, когда человек над чем-то усиленно и долго думает? Вы абсолютно правы. Можно сказать, что человек ломает голову над какой-то проблемой. А как мы скажем, если в каком-то помещении очень тесно? Безусловно, ребята, вы молодцы. Говорят, что если очень тесно, то яблоку негде упасть. А как можно сказать про человека, который очень-очень умный и способен ответить на любой вопрос? Про такого человека говорят, что он просто ходячая энциклопедия. А скажите, пожалуйста, ребята, я вот уверена, что все вы сумели сейчас справиться с этим заданием. А что делать, если вдруг мы не знаем значение того или иного фразеологизма? Не беда. Всегда есть выход. Можно обратиться к фразеологическому словарю. Дело в том, что в русском языке настолько много разных фразеологизмов, что знать все их значения просто невозможно. И поэтому на помощь нам придет фразеологический словарь. Оказывается, еще в 18 веке великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов говорил о том, что фразеологизмы занимают особую роль в нашем языке. Он называл их российскими пословиями, фразесами и первый предложил объединить их в отдельный словарь. Ученые же, изучая фразеологизмы, пришли к выводу, что они занимают особую роль в нашем языке. И именно поэтому у нас есть целый раздел русского языка, который так и называется фразеология. К фразеологизмам, ребята, относятся не только яркие устойчивые выражения, но и пословицы и поговорки. Давайте попробуем продолжить нашу игру и вспомнить некоторые из них. Вы будете смотреть на рисунок и назовете пословицу, которая ему соответствует. Итак, первый рисунок. Я уверена, что вы без труда вспомнили эту пословицу. Любишь кататься, люби и саночки возить. Теперь задача посложней. А эту пословицу употребляем мы в речи тогда, когда кто-то хочет получить результат, не делая при этом ничего. Я знаю, что вы уже все ее назвали. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Давайте посмотрим еще. Конечно же, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Именно так мы говорим, когда человек не может определиться с выбором. Ну и последнее задание, самое трудное на сегодня. Дело в том, что у народа всегда есть меткое, яркое слово, пословица на все случаи жизни. Пословица есть о дружбе и войне, о трудолюбии и лене, о верности и предательстве. И сейчас мы попробуем вспомнить некоторые из них. Я буду называть вам пословицу, а ваша задача вспомнить и назвать другую, но о том же самом. Первая пословица мы будем вспоминать о добре. Добро помни, а зло забывай. Вспомните другую пословицу, в которой речь идет о добре. Я уверена, что каждый из вас сумел вспомнить другую пословицу о добре. А я вам предлагаю еще одну. Мир не без добрых людей. А теперь вспомним пословицы о торопливости. Самое известное – поспешишь, людей насмешишь. А какие вы еще знаете пословицы о торопливости? Вот, например, «Семь раз отмерь, один отрежь». Ну и последнее. Давайте вспомним пословицы о трусости. Наверное, самое популярное – это волков бояться, а в лес не ходить. Но есть еще одна. Вспомните. Конечно же, их очень много. Но еще одна очень популярная, которую часто употребляют у страха – «Глаза велики». Молодцы, ребята. Вот видите, как много мы сегодня вспомнили и узнали. А значит, пришло время подвести итог нашего урока. И вспомнить, о чем мы сегодня с вами говорили. Попробуйте самостоятельно ответить на эти вопросы. Что такое фразеологизмы? Зачем они нужны? Где можно узнать их значения? И почему они нам так важны? Если вы смогли самостоятельно ответить на все эти вопросы, значит, наш урок удался. А все, что вы сегодня узнали, зарубите себе на носу. Ну и, конечно же, нужно оценить свою работу на уроке. Попробуйте выбрать тот фразеологизм, который больше всего подходит к вашей сегодняшней деятельности. Может быть, вы сегодня работали не покладая рук? Или блеснули знаниями? Или трудились через пень-колоду? Я уверена, что мы сегодня не переливали из пустого в порожнего, а трудились, засучив рукава. И мне бы хотелось предложить вам одно очень интересное домашнее задание. Посмотрите, пожалуйста. Один ученик взялся за карандаш и изобразил некоторые фразеологизмы так, как они ему представляются. Попробуйте и вы сделать то же самое. И предложите своим родителям отгадать, что именно за фразеологизм вы здесь зашифровали. И самое главное, а знают ли они его значение? Спасибо, ребята. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова